В теплую погоду снег липнет не всегда. И участникам соревнования по липке снеговиков немного не повезло. Любите снеговиков? Любим, конечно, но это очень трудно. А в чем трудность заключается? Это зависит от снега. Снег иногда не липкий, а иногда липкий. Удивительно. Очень тепло, а снег почему-то совсем не липнет. Посмотрите. Нет, плачком липнет, конечно. Но вскоре все команды нашли решение. Рассыпчатый снег поливали холодной водой, и он начинал приобретать формы. Самые разнообразные от хоккеиста до пляжной красотки, от одного большого снеговика, целой снежной семье. Едет на соревнования, то есть будет мальчик и девочка. Водитель получается мальчик, девочку мы и делаем. А кого вы лепите? Банчик. Вот у нас как раз есть. Это же здоровый образ жизни. Так что это сейчас все проделаем. Почему решили именно такой образ ему создать? Ну неотъемлемый атрибут здорового образа жизни – это баня. Как же без бани? Сейчас все будет. Сейчас мы делаем шапочку и вам покажем, что у нас получится. Лепили снеговиков на скорость 40 команд. Это больше 200 человек. За 45 минут нужно было не просто создать снеговика, но еще и придумать его историю и презентовать. Команда нашего телеканала тоже попытала счастье. Хоть и не с первой попытки, но слепила снежную барышню. Сначала мы думали, что у нас будет Микки Маус. Мы хотели сделать веселого снеговика с ногами наверх. Но потом обстоятельства так сложились, что вот у нас женщина, которая ждет. Вот она домохозяйка, она в ожидании своего счастья. Вот как бы готова вся. Уже и фартук, она вот готовит, она подарки готовит. И как бы, ну вот такая веселая, забавная женщина-ждун. Из 40 снеговиков выбрали только 5 самых лучших. Но главное в этом соревновании точно не победа. Этот конкурс стал праздником для детей, сплотил коллективы и семьи. Лепка снеговиков на скорость прошла в парке Алексея Смертина впервые. Но участники уже ждут повторения на следующий год. Полина Жданова, Николай Шелко. День с толком.